МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В полиции во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ задержаны трое пособников-телефонных мошенников. 18-летний астраханец, 50-летний ранее неоднократно судимый житель Республики Адыгея и 18-летний житель города Волжско-Волгоградской области нашли объявление о заработке, работе курьерами по сбору денег. Сначала сообщники задержанных звонили пожилым жителям и сообщали, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали крупные денежные суммы, которые нужно было передавать курьеру. Накануне двое курьеров были задержаны в Волжском, один в Кировском районе областного центра. Все они прибыли к пенсионерам за деньгами, которые те, будучи введенными в заблуждение, намеревались передать для спасения своих близких. Возбуждены уголовные дела, в суды внесены ходатайства об аресте подозреваемых. ГИБДД Волгоградской области рекомендует водителям начать активную подготовку к зимнему сезону. Традиционно в начале ноября возрастает риск увеличения количества ДТП, главным образом незначительных. В отдельных случаях их причиной является неготовность водителей к управлению транспортом в условиях межсезонья, когда днем плюсовая температура, а в ночное время и утренние часы отмечается ее понижение. С наступлением осенне-зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует в темное время суток использовать на одежде светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует по тротуару, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в безопасности. КОНЕЦ